Крестоносец Что ты делаешь здесь? Еще несколько недель назад Вкалывал как раб на ферме Анара Но однажды я понял, что больше так не выдержу И сбежал оттуда Теперь я сам себе хозяин Все, что принадлежит мне, находится в этом сундуке И больше мне ничего не нужно Не хочешь посостязаться со мной? Я тоже так считаю А что это за состязание? Я называю это «пей до дна» Правила очень простые Мы по очереди заказываем по кружке этого превосходного пива, которое предлагает этот старый чудак Каждую кружку нужно сушить до дна Так, чтобы стол остался сухим, если ее перевернуть вверх дном Выигрывает тот, кто дольше сможет держаться на ногах Проигравший оплачивает пиво и ставку Как тебе это? Может быть позже, когда я не буду так торопиться Могу я поставить на кого-нибудь еще? Конечно! Если ты найдешь кого-нибудь, у кого хватит смелости повериться со мной силами, я приму твою ставку Победитель Ничего интересного не произошло? Ничего такого, о чем бы я стал Никто ничего мне не рассказывает Отлично! Не пей и не кури! Ты нездоровый образ жизни! Что ты здесь сидишь на лавке и лопаешь пиво? Только живот от него растет! Вы только посмотрите! Мальчик-фермер, ты как раз вовремя! О, наш старый знакомый Грег Помните, мы ему отдали одежду крестьянина, когда входили в город, в Хоринис И теперь он уже добрался тоже до таверны Что ты-то здесь делаешь? А кто ты вообще такой? Это не твое дело Если бы я хотел тебе представиться, я бы, наверное, это уже сделал, не так ли? Логично Что тебе от меня нужно? У тебя все еще проблемы с городской стражей? Сейчас у тебя начнутся проблемы, придурок! Мне нужно найти одного человека В городе его нет, и где его искать тоже никто не знает Он тощий, волосы у него черные, и он носит доспехи красного цвета Насколько мне известно, он был заключенным в колонии А имя его, вроде бы, начинается с буквы Д Интересно, по всей видимости, ему нужен Диего Вот что он там с ним замыслил сделать, я не знаю Ну, в любом случае, Диего здесь нет, он находится в рубной колонии До Диего мы так же не доберемся, да и вряд ли этот парень до него так же сможет добраться Сейчас, на данный момент Ты говоришь о Диего? Может быть и так Я не помню, как его зовут Мне нужно увидеть его, чтобы узнать Что-нибудь еще? Да, господин Болтун Есть кое-что еще Мне нужно оружие Мне нужна провизия Золото мне тоже не помешает Золото? Всем нам нужно золото Возможно Но что бы ты сделал, если бы оно у тебя было? Уверен, ты спустил бы его по кабакам и борделям А у тебя, конечно, есть мысли получше Да ты бы залез от страха под камень, если бы узнал, кто я такой Так что прекрати болтать, или я отрежу твой неугомонный язык Ну, давай попробуй Хотя с ним драться сейчас безумие С его-то палашом, с его саблей у нас за рук за один удар Если пробьет блок, я думаю, что пробьет А ты не мог купить оружие в городе? Ты шутишь? Городские торговцы продают один хлам Оружие? Оружие можно купить у наемников Интересно Я уже слышал, что толстяк Амар нанял ребят для охраны Неплохо для сухопутной крысы Да, идея хорошая Думаю, я действительно нанесу им визит Провизия? Ты в таверне Дурак-трактирщик не даст тебе ни крошки, пока ты ему не заплатишь Вот тебе десять золотых Можешь оставить себе свои жалкие сбережения У меня есть мысль получше Неподалеку отсюда есть пещера Это одно из тех мест, где я когда-то зарыл свои сокровища Пещера для меня слишком опасна Я хочу, чтобы ты мне помог Да, если она опасна для тебя, то для меня она тем более опасна Ибо наш скилл различается в разы Пока я с ним в пещеру не пойду, но нужно запомнить этот момент Я не помню, сколько он здесь будет точно сидеть Но через определенное время вернемся Когда чуть-чуть подкачаемся Может быть лучше себе меч скуем Нужно повысить силу И тогда, я думаю, мы сумеем разобраться с его там неприятностями В пещере там то ли будут какие-то скелеты гоблинов, то ли гоблины Я сейчас точно не помню Ладно, разберемся позже Зайдем в таверну Кто тут еще у нас есть? Я самый лучший Годный для общения крестьяне У них, наверное, стандартный набор ответов Ну, давайте поговорим Последнее время жить здесь стало значительно опаснее А полевые хищники так вообще житья не дают Даже так Значит, что я хочу сейчас сделать Я хочу надеть опознавательный знак кольца воды Потому что, если мне не изменяет память, трактирщик здесь Принадлежит к этому заобществу Если мы наденем это кольцо, тогда Будут определенные преференции в общении с ним Привет, Орлан Ты кто? Я Орлан, хозяин этой скромной таверны Ты что-нибудь ищешь в чужой земле? Может быть, приличный меч или хорошие доспехи? Глоток вина или, может быть, тебе нужна информация? Я могу дать тебе все это и даже больше, если у тебя есть звонкие монеты У меня паранойя? Или ты действительно постоянно смотришь на мое кольцо? Я не совсем уверен Как это понимать? Ты действительно веришь в это? Хм... Я стал членом кольца воды, но я им не стал Вот в чем проблема Давайте скажем ему правду Это аквамарин Видел когда-нибудь такой? Видел Добро пожаловать в штаб-квартиру, брат по кольцу Что я могу для тебя сделать? Вот если бы мы им сказали неправду, тогда, возможно, были бы проблемы Ибо мы не являемся членом, а он, скорее всего, знает всех, кто состоит в этом сообществе Ты знаешь человека с повязкой на глазу? Я видел его здесь раньше Неприятный тип Некоторое время назад он снял у меня верхнюю комнату При нем был огромный сундук Ему нужно было постоянно напоминать о том, что пора платить за комнату А он совершенно не обращал на это внимания А в один прекрасный день он просто исчез вместе со своим ящиком Не люблю таких людей Честно, вообще-то сидит там у тебя рядом с таверной, буквально в пяти метрах Даже не знаешь, кому верить Сколько ты берешь за комнату? Братья по кольцу живут у меня бесплатно Вот ключ от верхних комнат Выбирай, который больше понравится Вот видите, мы получили возможность ночевать в таверне за бесплатно, потому что у нас есть кольцо Ларса Стоило сто раз подумать Как дела в таверне? Бывало и лучше Люди нынче не так охотно развязывают свои кошельки, как это было раньше Покажи мне свои товары Конечно Брат по кольцу С этим ничего не поделать Что у него тут интересного есть? Боевой топор варваров Сзывался он в первой части, по-моему Кулак тролля Если я не ошибаюсь, вот этот был кулак варваров Топор горна А вот этот топор был у нас Сто пятьдесят дамаг Но посмотрите Сколько требуется сил Сто пятьдесят Я не знаю, сейчас только наберем или нет К концу игры Да я думаю, что нам в принципе и не понадобится Я буду пользоваться другим оружием Убийца орков Одноручное оружие Сто тридцать урон Сто тридцать требуется сила Ничего не изменится Хорошие мечи, но нам Они не годятся Годятся по одной простой причине Нам не хватает силы Никому это не интересно Ладно, что у тебя за кольцо такое? Кольцо защиты Защита от магии, но меня это не интересует Окей Можно, кстати, теперь нам пожарить мясо На сковородочке Такое ощущение, что он нам окорок отжаривает Давайте кусков хотя бы Пяток пожарим Хардкорное жаркое мясо от крестоносца Вот так теперь это делается То есть придется каждый раз К этой плите подходить Сковородкой Сколько у нас всего становится жареных кусков Этого я тебе сказал 6 и 14 осталось Но все я жарить не буду Наверное, я буду жарить мясо в больших количествах за кадром Чтобы не тратить время прохождения Иначе слишком долго будет Значится так У нас уже светает 5.03 Давайте сходим На ферму Кокилу И дальше продвигаться будем Снова к Харинису У нас есть задание по поводу того, чтобы Помочь Фермерам Там были проблемы Около города Естественно, решить их придется нам Или будем выполнять квест Грега Как вариант Так, мясная ягода Посмотрим Или у меня есть, кстати, еще один вариант Может быть, начать выполнение квеста Все-таки по Поводу гильдии воров Многие мне говорили, что теперь все я провис Невозможно его пройти А я уверен, что его пройти можно Потому что я помню, он проходил с разными вариантами И один из них Еще вполне возможно применить Ну посмотрим, может быть, даже это будет все в следующей серии Сколько мы здесь задержимся, я не знаю Эйгил, привет! Эй, ты! Ты кто такой? В чем дело? Давно я уже не видел чужака на нашей земле Который не хотел бы ободрать нас, как липку Надеюсь, я не ошибаюсь в тебе Я Эйгил А этот чудак вон там Мой брат Эним Как идет работа в поле? Отлично! Если бы только эти мерзкие полевые хищники не портили наш урожай Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Ты шутишь! С тех пор, как я работаю на этой ферме, я убил их столько, что уже сбился со счета Но на место убитых приходит новый Отлично! Болевые хищники – это хорошо, это дополнительный опыт для нас, Эним Эй! Здорово, Эним Кто ты? Меня зовут Эним Я работаю здесь А коротышка вон там Мой брат Эгил Мы работаем здесь, на ферме Акила Уже несколько лет Как идет работа? Ты хочешь помочь? Тут есть еще одна мотыга Бери ее и выходи в поле Нужно только быть осторожным, чтобы полевые хищники не подкрались к тебе незаметно Они сожрут тебя, даже моргнуть не успеешь Почему вы ничего не делаете с этими полевыми хищниками? Я убил их столько, что уже сбился со счета Но проблема в том, что на место убитых приходят новые Твой брат сказал мне то же самое Что? Этот трус? Да он всегда исчезает, как только эти твари хотя бы приблизятся к нашей земле Ему не стоит нести такую чушь Два болтуна, походу, сделан Каждый пытается строить из себя героя, а на самом деле оба никто Стандартное человеческое похвальство Твой брат говорит то же самое Ага, а что еще он говорит? Что он тоже убил множество полевых хищников Что? Да этот тормоз даже не может самостоятельно найти путь домой Скажи ему, чтобы он больше не похвалился Окей Теперь мы будем такими посыльными между ними Давайте посмотрим, чем все это дело закончится Эй! Довольно интересные диалоги Твой брат думает, что ты хвостун Что? У него действительно хватило мужества сказать это? Ему лучше следить за своим языком А то мне придется опять преподать ему урок Иди и скажи ему это Хорошо Думаю, он не обрадуется такому известию Сейчас будут друг другу моськи чистить Эй! Энним немного раздражен твоими словами Пусть не расхаживает, как павлин, распустив хвост А то я ему голову оторву Скажи ему это Ситуация накаляется Градус Противоборство между ними нарастает Поэтому они, видите, в разных частях поля не хотят друг с другом разговаривать Два брата, которые поругались, можно сказать, друг с другом Эй! Я думаю, вам двоим нужно просто остыть Этот ублюдок не отказался от своих слов? Я прав? Я ему пасть порву Скажи ему это Почему ты не скажешь ему это сам? Сейчас пойду и сделаю это О, правильно Наконец-то Давайте посмотрим на хардкорный бой двух братьев Кто кого Делайте ставки Эним Или эгил Ставлю на энима Искусство обращения с серпами Как они друг по другу наяривают Эй-эй! Наяривают! Вы по мне-то не попадите Я сейчас вас с тобоем наваляю Им давай-давай! Молодец! Отлично! Не подвёл меня Ставка выиграна Ну, по крайней мере, у тебя есть золото с собой Пожалуй, я заберу твое оружие Рэн Подожди минутку Тебе мало того, что ты натворил Я думаю, тебе лучше уйти А что я натворил? Ты пошёл на белую морду, я тут причём Ох, моя голова Подожди минутку Тебе мало того, что ты натворил Я думаю, тебе лучше уйти Я думаю, вам обоим надо надоurat задницу Но не буду тратить я на это время Давайте осмотримся здесь, на ферме Давай придумка Оооо! Кстати, этот момент припоминаю Там идёт разборочка между Акилом и наёмниками И если сейчас мы ввяжемся в драку Нам могут запросто навалять Потому что эти ребята гораздо более скилловые, чем мы У одного ещё и двушника, я вижу, грубый Эти головорезы угрожают моему мужу. Мы простые граждане Харениса, преданные королю. А эти наемники хотят ограбить нас. Ну не стой же здесь. Сделай что-нибудь. Помоги нам. Сейчас помогу, только не знаю пока как. Ребята, вы что здесь делаете? Что вам здесь нужно? Что бы ни привело тебя сюда, тебе лучше забыть об этом и убраться подальше. Эй мужик, ты что заблудился? Возвращайся на своё поле и дёргай репу. Дружелюбные ребятки. У тебя какие-то проблемы? Нет, нет, всё в порядке. Тебе лучше уйти сейчас. Ты в этом уверен? Да, 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 всё в порядке. Ты... Я... Я сейчас не могу говорить с тобой. Всё понятно, всё в порядке. Я Язер Гуд. Кайзер. Не знаю, вязать с ними в драку или нет, честно говоря, по скиллу они мне явно превосходят. Ну, если играть с табороны, в принципе, если драться, может быть я и сумею навалять одному, но если вдвоём накинуться, это будет всё капец. В последнее время жить здесь стало значительно опаснее. А полевые хищники так вообще житья не дают. Значит так, если они меня поддержат все, сколько их всего народу? Кати, наверное, в бой тоже вступят. Плюс Рэндальф, плюс Акил, плюс крестьяне. Их четверо, я ещё пять на двух. Ну, это крестьяне, конечно, не воины, но тем не менее, может быть мы их ушатаем. Рэндальф, ты будешь драться с ними, если я сейчас на них нападу? Они все разбежались, как крысы. Всё в порядке? Как только кто-нибудь здесь скажет неверное слово, начнётся Танец Смерти. Так что будь осторожнее, или резни не миновать. Ты будешь участвовать в схватке? Я не останусь в стороне, когда начнётся драка. Но я также не собираюсь провоцировать её. Ладно, что, рискнём? Я думаю, что лучше мне разобраться вот с этим товарищем. Вот, потому что если на меня накинься тот с двуручником, это будет ещё хуже. У этого хотя бы топор, он покороче, можно будет удар блокировать. Альварес. Эй! Эй, ты всё ещё здесь? Понял, что ли? Я дам тебе выбор, чужак. Проваливай, или умри. Мне не нужны проблемы? А мы как раз ищем проблемы. Мы проделали долгий путь, чтобы найти их. Да, мы собираемся создать целую кучу проблем. И начну я с тебя, если ты сейчас же не свалишь отсюда. Я бы так и смог. Попытался я уладить всё мирным путём, но чувствуется, русского языка они не понимают. Эй! Я дал тебе шанс! Но похоже, ты не прислушиваешься к здравому смыслу. Хорошо. Значит, мне придётся убить тебя. Энгардо, давай прикончим. Энгардо занят. Главное, не попасть бы по крестьянам заодно. Получил, б***ь! Вот, всё. Ну, моя помощь, в принципе, здесь даже и не понадобилась. Им нужен был просто один хороший парень, который даст толчок всей этой стычке. Все боялись на них напасть, ведь было четверо на двоих. И зарубили они их, ну, довольно быстро, окружив со всех сторон. Я нанёс всего там двойной удар и добил, можно сказать, этого испанца. Ну ладно, деньги я с тебя брать не буду, потому что я ничего и не сделал, по сути. Ничего. Я просто рад, что у тебя теперь всё в порядке. Ты настоящий друг. Да хранит тебя Инос на твоём пути. Что эти наёмники хотели от тебя? Ты этого не знаешь? Их нанял Онор, лендлорд. Они охраняют его ферму и собирают ренту для него. Это означает, что они ходят с фермы на ферму и забирают то, что им больше нравится. А те, кто не могут платить, рискуют расстаться с жизнью. Ты знаешь здешние места? Конечно. Что ты хочешь узнать? А что там в лесу за твоей фермой? Там бродят монстры, и волки ещё самые безобидные из них. Также говорят, что там устроили себе логово бандиты. Ну хотя бы они не трогают мою ферму. Бандиты? Это интересно. У нас был квест от одного из торговцев. Нужно было как раз их найти и ликвидировать. И к тому же с этим квестом связаны очень интересные последствия для другого очень интересного квеста. Не буду говорить, чтобы не спойлерить, поэтому увидите всё сами со временем. Как мне найти ферму Анара? Спустись по каменной лестнице вон там, а дальше иди по дороге на восток. По пути тебе встретится таверна. От неё иди дальше на восток, пока не выйдешь на большое поле. Вот там-то эти наёмники и живут. Ладно, разберёмся. Что это за таверна к востоку отсюда? Спроси об этом Рэндольфа. Он знает о ней лучше меня. Он бывал там несколько раз. Ты слышал что-нибудь о пропавших горожанах? Слышал? Не смеши меня. У меня у самого пропало несколько людей. У меня на полях работали Танак и Телбор. Но три дня назад они пропали. Я точно знаю, что они не стали бы просто так уходить с фермы, не сказав мне об этом. Однако они исчезли, и никто не знает, где они сейчас. Если ты узнаешь что-нибудь об их судьбе, обязательно дай мне знать. Окей, если я их найду или то, что от них осталось, тебе сообщу. Я должен идти. Пока. Всегда рад буду помочь чем-нибудь. Пока. Заметили, что вы его озвучивали разными голосами? Такое ощущение, что озвучку пилили русскую частями, а потом просто накладывали. Сами забыли, какой актер его изначально озвучивал. Ладно, озвучка в принципе неплохая. Только иногда голоса меняются. То есть интонации подобраны очень-очень... Правдоподобно. Лучебное растение. Самое главное, что у него есть, это шпага, который стоит 500 золотых. Продать мы сможем ее дешевле, но тем не менее что-то получим. Тучечки рыба. Все пойдет в дело. И давайте поговорим с Рэндальфом. Все в порядке? Да, я в порядке. Этот Альварес становился все наглее и наглее с каждым днем. Хорошо, что все кончилось. Отчего я не отказался бы сейчас, так это от стаканчика хорошего вина в таверне. Кажется, нашли алкоголика, который может за нас устроить пари. Ты бываешь в таверне? Бывал, но больше я не могу позволить себе ходить туда. А что там происходит в таверне? Там проводят азартные игры. Двое состязаются друг с другом. Тот, кто может выпить больше пива, побеждает. В последнее время я только проигрывал, и теперь у меня совсем не осталось денег. С кем ты соревновался? С Рухаром, этим старым бездельником. Он всегда побеждал меня. Но у меня есть подозрение, что эта грязная свинья все время подмешивала в мое пиво джин. Я думаю, он держит джин в своем чертовом сундуке. Вот подлец. Кто-нибудь должен подменить джин в его сундуке на воду. Тогда он может подливать ее в мое пиво сколько хочет. Если бы только у меня были деньги, чтобы сразиться с ним еще раз. Ты ведь не здешний, да? Я пришел с южных островов. Когда-то ходили глашатые и объявляли, что на Хоринисе нужны люди, чтобы добывать магическую руду. Но когда я приехал сюда, они возвели этот огромный барьер. И мне расхотелось идти туда, поэтому я начал работать в порту. Затем сюда перестали заплывать корабли, и я пошел работать на Акила. У меня была работа и похуже. Сейчас еще ничего. Короче, понятно. Получили мы продолжение квеста. Надо заменить джин на воду в сундуке у Рухара в таверне. Есть ли у нас вода, кстати? Так, вода у нас есть. Проблема в том, как нам залезть в его сундук. Это нужно, скорее всего, сделать ночью, когда он идет спать. Либо будет сидеть около таверны и не сможет нас там засечь. А вот как остальные отреагируют, я не знаю. Ну, это все будем делать в следующей серии. И к тому же, в следующей серии будем развивать квест про гильдию воров. Сходим на вторую ферму перед Хоринисом. Решим проблемы там. И решим, наверное, проблему Грегос с этой пещерой. Если все-таки я сумею сковать себе новый меч и прокачать необходимую силу. Сила у меня довольно хреновая. 30, 14 ранг, 14 единиц опыта. И, блин, не хватит явно, чтобы скачать до следующего меча. Нужно еще качаться, качаться, еще раз качаться. Ну, или вариант номер два. Зайти в пещеру, допустим, создать какого-нибудь там скелета. Он за вас все сам сделает. И, в принципе, мы получим только награду. Посмотрим, как решу, так и будет. Кати, может, что-нибудь нам дашь за спасение своего благоверного? Благоверного. Эй! С тобой все в порядке? Да, я в порядке, спасибо. Почему вы не противостоите тиране Анара? Для фермеров, живущих у города, это имеет смысл. Им лучше быть на стороне ополчения, чем полагаться на наемников Анара. С другой стороны, есть бенгары сэкоп, которые скорее откажутся от своих ферм, чем будут работать на короля. Где находятся фермы бенгары и сэкопа? Неподалеку от фермы лэндлорда. Иди на восток отсюда, и ты найдешь их. А вы не думали о том, чтобы уехать отсюда? Не так-то просто уехать из этой части страны. Вся эта земля окружена стеной высоких непроходимых гор. Выбраться отсюда можно только через долину рудников или через гавань города, так как мы не можем позволить себе купить место на корабле. А долина рудников – это место, откуда они возвращаются. Мы вынуждены оставаться здесь. Что ты знаешь о проходе? Сама я там никогда не была. Но я знаю, что он где-то неподалеку от фермы бенгары, на высокогорных пастбищах. Береги своего мужа. Я стараюсь изо всех сил. Хорошо. Ну, в долину рудников пока мы попасть не сможем. Там, по-моему, нам нужно разрешение от лорда Хагена. С ним также в скором времени поговорим, потому что в верхний квартал уже настало время сходить и сделать выбор, что же нам делать дальше. Либо идти в долину рудников, либо идти к Еркендару. Ну, в Еркендар тоже так просто не попасть. Придется выполнять там массу квестов. Будем со всем этим делом разбираться в следующем эпизоде. Сегодня мое время вышло, поэтому серию буду я заканчивать. Если данный эпизод вам понравился, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и оставляйте свои комментарии. Самое интересное приключение, конечно же, еще впереди, особенно Еркендар. Это шедевральная, на мой взгляд, локация, которая совмещает в себе все. И болота, и леса, и горы, и пустыни. Но туда еще предстоит нам попасть. Очень много плюшек, ништяков мы там сможем приобрести. Очень здорово сумеем прокачаться. На сегодня все, с вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока.